Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Яковенко, и это Forbes Главное. Проект, в котором мы простым языком объясняем сложные, но важные для каждого из нас вещи. И попутно пытаемся найти смысл в окружающем хаосе. Газпром опубликовал свой отчет, в котором впервые за 25 лет зафиксировал убыток. В условии специальной военной операции такая миграционная политика и роскостность иммигрантов и экстремизм просто недопустимый. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? К концу 2024 года такси в нашей стране будет не хватать порядка 130 тысяч водителей. Рынок недвижимости надежен, как скала. Это бомба с часовым механизмом. Мы уже привыкли, что каждое 31 декабря нам с экрана телевизора сообщают. Год уходит. Он был непростым. Теперь же эту фразу можно говорить почти в конце каждого месяца. Это пи***. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Однако сентябрь 2024 оказался настолько непростым, что россияне стали чаще брать кредиты под залог секс-игрушек. Да, при деньгах, но какой ценой? Но не торопитесь закладывать свои девайсы, они вам еще могут пригодиться. На OnlyFans, где некоторые девушки и молодые люди поднимают миллионы долларов. Хотя это, конечно, сущие копейки по сравнению с тем, сколько зарабатывает сам сервис. В пересчете на одного сотрудника. Платформа по этому показателю обгоняет Apple, Google и Netflix. В штате компании все 42 человека, но каждый из этих золотых людей приносит ей по 31 миллиону долларов. Это лучшие люди города. Я дома, я в шоке. Фраза от Владислава Букольчука идеально описывает этот месяц. Москва в сентябре окунулась в лихие 90-е. Конфликт между сооснователями Wildberries и по совместительству с супругами, с нехилым стажем в 20 лет, у которых, кстати, 7 детей, дошел до первой крови. Как все зашло так далеко, я не знаю. В нескольких сотнях метров от Кремля у офиса в Wildberries началась стрельба. По словам Татьяны, которая, кстати, после этой кровавой встречи решила сменить фамилию на Ким, ее муж Владислав пытался совершить рейдерский захват компании. В голове не укладывается, как такое вообще возможно в наши дни. Владислав утверждает, что он просто пришел поговорить. Правда, в сопровождении спортсменов из Чечни. В любом случае разговор не задался, и погибли два человека. Кто стрелял, вопрос пока что открытый. Владислав считает, что это были люди Татьяны. Татьяна, угадайте, конечно, видит спутника Владислава. Самого Букольчука в тот же день задержали. Даже завели пять уголовных дел, одно об убийстве. Но затем отпустили, как говорится, to be continued. В рядах российской оппозиции тоже бушуют скандалы. Фонд борьбы с коррупцией обвинил бывшего совладельца ЮКОСа и экс-соратника Михаила Ходорковского Леонида Невзлина. В организации покушения на политика Леонида Волкова. Все трое и на агенты. Невзлин, понятное дело, все отрицает. Утверждает, что это провокация российских спецслужб. В общем, срачи в Твиттере, которыми так славилась российская оппозиция, теперь кажутся каким-то милым отголоском прошлого. Информационное поле в этом месяце разорвалось. Как и 3000 пейджеров и раций в Ливане и Сирии. Больше 40 человек погибли. Почти 5000 ранены. По данным издания The Guardian, в основном это члены радикальной ливанской группировки Хизбалла, которые не пользовались более современными средствами связи из-за страха их уязвимости. Какая горькая ирония. Эдакий троянский конь 21 века. СМИ утверждают, что атака была организована Израилем. Он, естественно, говорит... Какие ваши доказательства? Кто им поверил? Конечно, никто. К тому же, под занавес месяца Израиль взял на себя ответственность за удар по подземному штабу Хизбаллы, где в тот момент находилось руководство группировки. Среди погибших возглавлявший ее около 30 лет Хасан Насралла. По некоторым данным, из руководства Хизбаллы жив сейчас всего один человек. Никто не знает, насколько жестким будет ответ Ливана и Ирана. Поэтому мы следим за эскалацией на Ближнем Востоке и очень надеемся, что делаем это зря. А еще мы очень надеемся, что Россия не будет применять свою обновленную ядерную доктрину. А о том, что она изменится, на недавнем заседании Совбеза сообщил Владимир Путин. Теперь, чтобы нажать на роковую красную кнопку, руководству страны достаточно почувствовать так называемую критическую угрозу суверенитету. А увидеть намек на эту угрозу Россия сможет, даже если по ней будет совершен удар обычным оружием и страной без ядерного потенциала. Но при участии или поддержке ядерной державы. Для кого этот сигнал? Понятно. На Западе уже не первый месяц решают, разрешать ли Украине использовать свое оружие для ударов вглубь российской территории. И кажется, публично заявив о безменении ядерной доктрины, Кремль подсказывает дискутирующим правильный, по его мнению, ответ. Когда вокруг такой хаос, хочется чего-то стабильного. А что может быть стабильнее золота? Ох, но еще лучше купаться в этих прокладных кругленьких планетах! Его стоимость в этом месяце била свои же рекорды несколько раз. И в итоге превысила 2600 долларов за тройскую унцию. Ну а теперь приз за лучший прикол сентября. Его забирает Камеди Клаб. Вы сексист? Нет, я за КПРФ. Газпром-медиа в этом месяце заявил, что закрывает одно из своих самых культовых шоу. Если вы, ну, вдруг, его поклонник, то не торопитесь заказывать панихиду. Юмористы из Камеди и Газпром-медиа решили так над вами пошутить в преддверии нового сезона. Впрочем, самому Газпрому сейчас совсем не до шуток. Но об этом чуть позднее. Сесть в иномарку, затянуться Мальборо и укатить в закат. Кино? Мечта? Нет. Вполне реальные предпочтения россиян. Судя по рейтингу крупнейших иностранных компаний в стране, который составил Форбс, нашему человеку от зарубежного бизнеса прежде всего нужны тачки и табачка. На первых позициях в этом году только они. Лишь слегка разбавленные компании PepsiCo, которая, как и в прошлом, на четвертом месте. На удивление, третье место все еще сохраняет американский производитель сигарет Филипп Моррис. За Мальборо как раз к нему. Серебро у японской GT. Она выпускает сигареты в Винстон, собрание, кэмэл и русский стиль. Почему на удивление? А тут два любопытных факта. Во-первых, власти рапортуют о снижении доли курильщиков в стране. По их статистике, сейчас дымит лишь каждый пятый россиянин. А это в два раза меньше, чем 15 лет назад. Но табачные гиганты тем временем зарабатывают в России сотни миллиардов. И уверенно обходят тут же PepsiCo, который выпускает соки J7 и молоко-домик в деревне. Ритейлеры Ашан и Метро и вовсе нервно курят сторонки. Их совокупная прибыль почти в два раза меньше суммарной выручки Филипп Моррис и GT. Второй интересный момент. Казалось бы, мы говорим о компаниях из так называемых недружественных стран, власти которых ввели санкции против России и, строго говоря, укоризненно смотрят на бизнес, который еще здесь работает и платит налоги. Но... Ничего личного, Соня. Только бизнес. Обе компании еще в 22-м заявляли, что ищут варианты уйти из России. Филипп Моррис пыталась, но когда переговоры о продаже зашли в тупик, передумала. Потому что сложно и дорого. Сейчас она продолжает набирать сотрудников. По всей стране открыты десятки вакансий. А японская GT за два года никаких конкретных действий так и не предприняла. Ну не зря же группа вбухала в свой российский бизнес почти 5 миллиардов долларов. Теперь он приносит ей около 20% от общей прибыли. А теперь к самому интересному. Первое место буквально. Вишенка на торте. Черри. Китайский автопроизводитель. За год нарастил выручку на 300%. И впервые в истории возглавил топ самых прибыльных иностранных компаний по версии Forbes. В рейтинге в этом году аж 11 китайских компаний. И понятно почему. Китайский автопром активно занимает пустующие ниши. Брендов много. Моделей тоже. На любой вкус. От эконом-вариантов до люксовых. С качеством примерно так же. Одни жалуются, что китайцы быстро ломаются. Особенно в условиях русской зимы. Другие восторги от дизайна, технических характеристик и электронные начинки. Пока я еду на этом автомобиле, все утро я получаю от него сумасшедшее удовольствие. Мне так нравится кожа, мне так нравится дизайн. Все такое классное, все такое мимимишное. Кстати, если вам есть что рассказать о китайских авто, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Но даже в Автовазе признают, конкурировать с китайцами невозможно. Пекин не просто давит количеством. Он еще и платит дилерам в России, чтобы они продвигали бренды из Поднебесной. Как итог, доля российских автопроизводителей снижается. У того же Автоваза сократилось с 40% в 2022 году до 30% сейчас. В общем, не удивляйтесь, если в ближайшие годы 95% того, что вы увидите на российских дорогах, будет китайским. Во всяком случае, именно такой прогноз дают эксперты-китаисты. Нихао, уважаемые подписчики. Ну а пока китайцы штурмуют наш рынок, другой рейтинг Forbes, самых прибыльных компаний России, тоже не обошелся без сенсаций. Прошлогодний лидер «Газпром» — национальное достояние. Не просто уступил первое место Роснефти. Он из этого списка вообще вылетел, закончив прошлый год в убытке. Впервые за последние 25 лет. Мечты сбываются. После 2022 года ситуация, конечно, несколько далековато от того, чтобы мечты сбывались. И это очень важный момент. «Газпром» — один из крупнейших российских работодателей. Больше сотрудников только у РЖД. Бюджету «Газпром» приносят колоссальные деньги. Еще два года назад глава компании Алексей Миллер говорил. «Вдумайтесь, мы в этом году бюджеты разных уровней заплатим более 5 триллионов рублей». Для федеральной казны на тот момент это было порядка 18% дохода. То есть почти каждый пятый рубль. Так что же произошло? Основную прибыль «Газпром» всегда зарабатывал за счет экспорта в Европу. Тысячи километров газопроводов строились еще с советских времен, чтобы поставлять газ с востока России в ныне так называемые недружественные западные страны. После начала СВО в 2022 году большая часть этой гигантской системы фактически перестала работать. В мае Украина отказалась принимать газ через станции, которые находились на территории Луганской Народной Республики. Тогда же из-за взаимных санкций остановился польский участок газопровода «Ямал-Европа». Ну а в сентябре были взорваны и вышли из строя два северных потока. В итоге сейчас российский газ в Европу идет только по трем маршрутам. Это две трубы до Турции и дальше, и советский газопровод, который поставляет топливо транзитом через северную часть Украины. И вот этот последний маршрут под угрозой. Дело в том, что поставки здесь идут через станцию Суджа, которая фактически находится под контролем ВСУ. Ну а в конце года договор с Киевом о транзите газа заканчивается. И российская сторона хочет продолжать поставки по этому маршруту в Европу. И Украине он де-факто нужен, и Европе тоже. Поэтому здесь, наверное, только позиция Соединенных Штатов против сохранения транзита через Украину. Таким образом, если в 2021 году «Газпром» поставил в Европу 150 миллиардов кубометров газа, то в 2023-м только 27 миллиардов. И этот показатель в ближайшее время не увеличится. Скорее наоборот. Европейские чиновники работают над тем, чтобы полностью отказаться от российского газа к концу десятилетия. Наши топлива замещают поставками из Норвегии и США. Дороже. Но тут уже дело принципа. Я не буду платить. Да ты чё? Я не шучу. «Газпром» же всё больше смотрит на Восток. Ищет новых покупателей в Азии, предлагает им выгодные условия. Но в случае трубопроводных поставок переориентироваться так быстро не получится. Сначала эти новые трубы нужно проложить. В Китае российский газ сейчас поставляется только по одному газопроводу «Силы Сибири». В прошлом году через него прокачали почти 23 миллиарда кубометров. По ставке увеличились в полтора раза. Звучит внушительно. Но если сравнить с рынком ЕС в 2021 году, то это лишь одна шестая от тех объёмов. Маловато будет! Уже не первый год идут разговоры о строительстве ещё одного газопровода в Китае. «Сила Сибири-2». Но пока не утверждён даже его маршрут. «Газпром» пытается договориться о трубе в Иран. Но и тут пока без конкретики. Увеличить объём экспорта на азиатские рынки тоже крайне сложно. С тем же самым Китаем ведутся очень жёсткие переговоры. Он считает, что время на его стороне. Чем хуже дела у «Газпрома» в Европе, тем более сговорчив он будет по тому же самому газопроводу «Сила Сибири-2». Но в любом случае это 50 миллиардов кубов. То есть на прежний объём поставки «Газпром» не выйдет. По мнению экспертов, даже если восточные мечты «Газпрома» забудутся, для того, чтобы вернуться в прежнюю форму, компании потребуется не меньше десятилетия. А пока «Газпром» на наших глазах превращается в нефтяную компанию. Вот это поворот! Объясняю. В далёком 2005 году «Газпром» купил у Романа Абрамовича компанию «Сибнефть». Абрамович получил 13 миллиардов долларов и стал самым богатым человеком России. Но и «Газпром» не прогадал. Если до СВО, но теперь уже «Газпромнефть» приходилось не более 35% от общей выручки компании, то по итогам 2023 года почти половина. Именно нефтяной бизнес, скорее всего, поможет «Газпрому» в развороте на восток. Впрочем, в минусе «Газпром» пребывал сравнительно недолго. По итогам первого полугодия он снова показал прибыль. Свою роль, конечно же, сыграла и нефтянка, но были и другие факторы. Например, в марте правительство разрешило «Газпрому» купить у англо-голландской «Шелл» почти 30% проекта «Сахалин-2». Это первый в России завод по производству сжиженного природного газа с отлично налаженными поставками азиатским странам. «Газпрому» до этого принадлежала половина проекта. И рост доли только в первом полугодии принес ему 167 миллиардов рублей дополнительной прибыли. Подведем итог. Компании «Газпром», какой мы узнали до СВО, больше не существует. Газовый бизнес схлопнулся почти вдвое. Восточные перспективы туманны, основные надежды на нефть. Что касается афтершоков, которые чувствительны для россиян. В этом году тарифы на газ в стране прииндексировали почти на 11%. Это выше прогнозируемой инфляции. По ней ЦБ ожидает 6,5-7%. Ну что ж, затянем пояса. А государство уж точно найдет, как поддержать свою крупнейшую компанию. «Газпром», кстати, сам не скромничает. И не отказывается от планов построить на берегу Финского залива еще два небоскреба Лахта-центра. Один из них заявлен как второе по величине здание в мире. Выше будет только дубайская бурж-халифа. В конце концов, глобальное уравнение не изменилось. Есть те, у кого есть топливо, и те, кому оно необходимо. Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. В условиях санкции тесно на привычных рынках стало не только таким гигантом, как «Газпром». Вести дела с Западом дорого и сложно. Российский бизнес с международным прицелом, в принципе, стал активнее присматриваться к быстро развивающимся странам Азии и Африки. Экономика последней, кстати, растет быстрее, чем мировая. Ежегодно прибавляет примерно 4%. Те предприниматели, которые уже обеспечили себе присутствие в Африке, говорят о ней как об одном из самых перспективных направлений для развития бизнеса. Рынок растет быстро, а конкуренция низкая. Пока низкая. Предпринимателей и инвесторов, желающих освоить непаханное поле, предостаточно по всему миру. По словам первопроходцев, успешнее тот, кто не мыслит стереотипами, а знает Африку изнутри. Наш новый проект – F-Experience вам в помощь. Команда Forbes разработала маршруты бизнес-экспедиций в разные страны. С их помощью вы сможете расширить географию своего бизнеса, построить или масштабировать его за пределами России. Участники нашей первой экспедиции уже в ноябре отправятся в Марокко. За 5 дней тура предприниматели смогут лично познакомиться с местной бизнес-средой, посетить промышленные и инфраструктурные объекты и пообщаться с коллегами из разных сфер местной экономики. Программой предусмотрены встречи с представителями власти, потенциальными инвесторами, ведущими аналитиками. Как в официальной обстановке, так и за деловым ужином, ведь неформальный разговор всегда откровеннее. Словом, прямая возможность обрести полезные связи, плюс погружение в культуру и традиции страны, чтобы в будущем лучше понимать потенциальных бизнес-партнеров и быть интересными им. Открывайте секреты ведения бизнеса в Африке вместе с нашей командой F-Experience. Мы, Forbes, будем с интересом наблюдать за экспедициями, освещать их на своих ресурсах и публиковать мнение участников о бизнесе на африканском континенте. Подробности о проекте и контакты по ссылке в описании. Вот это ипподром, где постоянно кто-то быстро и энергично скачет. Еще бы, нужно оправдать сделанные ставки. А вот ипполит из иронии судьбы, отчаявшийся, грустный и растерянный. А вот типичный ипохондрик, встревожен своим же состоянием. Но мы поговорим про ипотеку, ведь это три в одном. Особенно после того, как с 1 июля перестала действовать льготная программа. Объясним нашу метафору, кто есть кто и чего следует ожидать. Галопом у нас скачут в первую очередь ставки. 13 сентября Банк России повысил ключевую до 19%. И сейчас средняя ставка 20 крупнейших ипотечных банков приближается к 21%. Еще одна лошадка на нашем ипподроме – цена квадратного метра. За последние 4 года стоимость квартир в московских новостройках взлетела более чем в 2 раза, при том, что инфляция за этот же период составила 40%. В сентябре 1 квадратный метр жилья в массовом сегменте Москвы стоил 331 тысячу рублей. Средняя зарплата по стране, как говорит Росстат, 85 тысяч. То есть, чтобы купить в бюджетной московской новостройке участочек примерно вот такого вот размера, среднему россиянину нужно откладывать всю свою зарплату 4 месяца подряд. А теперь давайте посчитаем по целой квартире. По данным ЦИАНа, средняя стоимость однушки в столичной новостройке – 10 миллионов рублей. Первоначальный взнос банки подняли до 30% от стоимости. То есть, при заключении сделки внести вы должны будете 3 миллиона. Значит, на первоначальный взнос нужно 35 средних российских зарплат. 3 года, если откладывать абсолютно все, что заработали. Это только чтобы, в принципе, иметь возможность взять ипотеку. Дальше. Вносите нажитое непосильным трудом. Банк вам дает кредит под, ну, возьмем среднюю ставку 21%. На, допустим, 20 лет, чтобы ежемесячный платеж был поменьше. Итого, вы будете отдавать почти 125 тысяч рублей каждый месяц. Средняя зарплата, повторю, 85 тысяч. Чтобы взять такой кредит, заработок должен быть не меньше 200 тысяч рублей в месяц. Вывод. Среднестатистическому россиянину ипотеку просто не дадут. Как тут не податься финансовой ипохондрии и не загрустить, как упомянутый выше ипполит. Какая гадость. Какая гадость. Спрос уже существенно просел, потому что высокие ставки, например, на вторички уже давно, уже целый год. На рынке новостроек остались только высокие ставки после отмены льготных ипочечных программ. Понятно, что столичные квартиры – это не эталон статистики. И если вы живете в другом регионе, то ценник будет ниже. Но и зарплаты могут отличаться в меньшую сторону. Ипотека окажется для вас тяжелым бременем, где бы вы ни жили. Вопрос «А что случилось?» – хороший и правильный. Чтобы ответить на него, давайте ненадолго перенесемся в 2020 год. Маски можно не надевать. Тогда весь мир был загнан в угол коронавируса. Все сидели по домам, промышленность практически остановилась. Стройка, которая, как известно, один из драйверов экономики, тоже. Вот, чтобы ее поддержать, правительство и придумало льготную ипотеку. По инициативе президента правительство приняло постановление о выделении 6 миллиардов рублей субсидий для снижения ставки по ипотечным займам на покупку нового жилья до уровня не превышающего 6,5% годовых. Задачи было две – помочь застройщикам на фоне обвала спроса и сделать жилье доступнее. С девелоперами вышло отлично. Два примера. Группа Пик – один из крупнейших застройщиков. В 2020-м получила 86,5 миллиардов рублей чистой прибыли. Почти вдвое больше, чем в 2019-м. А вот группа Самолет. Прибыль девелопера в 2019-м году составила почти 900 миллионов рублей. В 2020-м уже 4,5 миллиарда. И дальше только больше. А вот с доступным жильем вышло не очень. Рост цен быстро нивелировал все преимущества пониженной ставки. О чем заговорили уже в конце 2020-го года. Глава ЦБ Эльвира Набиулина в декабре напоминала о том, что надо знать и меру. Знаете, наше отношение к льготной ипотеке. Мы считаем, что вовремя нужно свернуть эту программу для того, чтобы как раз не сформировались пузыри. Но льготная ипотека стала такой популярной у россиян, а амбиции застройщиков такими большими, что изначально заявленная как экстренная, эта программа просуществовала в итоге 4 года. И со временем уже стала напоминать франшизу. У семей своя, у айтишников своя, отдельная ипотека для военных, отдельная для тех, кто хочет обустроиться на Дальнем Востоке. По подсчетам Дом РФ, за 4 года действия льготной ипотеки банки оформили всего 1,5 миллиона ипотечных займов. Больше, чем на 6 триллионов рублей. Впечатляет. А что плохого? Еще один правильный вопрос. Это замедленная бомба, она скоро рванет. Посудите сами. За 4 года рост цен на жилье более чем в 4 раза обогнал инфляцию. Из-за высокого спроса на новостройки вторичка, то есть жилье, у которого уже были хозяева, стоит дешевле, чем непостроенные квартиры. В феврале разрыв составлял почти 40%. Рынок ипотеки явно перегрет. Если в 2020 году из всех выданных в России кредитов на жилищные приходилось только четверть, то в первом квартале 2024 почти половина. И вот 1 июля базовую, или как ее называют, массовую льготную ипотеку прекращают. К этому моменту ставка по ней была 8% годовых, при ключевой 16, а теперь вдруг все. Цены уже заоблачные. Ставки выше до ковидных. И если введение госпрограммы разогнал рынок, то ее отмена его обрушила. Любые программы стимулировали нашего с вами организма. Если ты выпил что-то там такое, пробежал 100 метровку, то после этого бы желательно прекращать этот прием. Иначе потом это все очень дорого и обойдется. Спрос падает. И падает серьезно. В августе продажи квартир в московских новостройках рухнули на почти 30% по сравнению с июлем. И примерно на 55% в годовом выражении. Будущая статистика, я уверен, тоже впечатлит. Как предположил недавно глава Сбербанка Герман Греф, по итогам этого года выдачи ипотечных кредитов в стране сократятся на 40%. Во всей этой истории нас интересуют два вопроса. Первый. Что будут делать девелоперы и застройщики? Ведь они напрямую зависят от спроса. Не стоят ли они на пороге глубокого и продолжительного кризиса? Банк России серьезной угрозы для девелоперов не видит. Он утверждает, что за последние 4 жирных года они накопили достаточную финансовую подушку. Во-первых, нет затоваренности на рынке жилья. Это значит, что застройщики адекватно спланировали объем предложения, а спрос все-таки был достаточным, чтобы закупить столько, сколько нужно и на этапах раннего строительства, и в готовых проектах. То есть теперь вопрос за застройщиками, чтобы дальше адекватно подстраиваться к замедлению спроса, чтобы затоваривание и не возникло. И второе. Платежеспособность и обслуживание ипотечных кредитов остается очень хорошим. Какие-то им короткие кредиты нужны на выплату зарплат, на покрытие каких-то кассовых разрывов. И у этих подрядчиков есть большая проблема. Недавно, по моей информации, два крупных, достаточно серьезных подрядчика ушли в банкротство. Они, правда, находились в промышленном сегменте, но строительства и стройки. И такие же сложности сейчас возникают у тех подрядчиков стройки, которые обслуживают строительство многоквартирных домов. Застройщик, по сути дела, он денег, своей прибыли, вот здесь пока он не сдал проект и не забрал часть этих денег, которые уже поступили ему на эскроу счет, он эту прибыль увидит в длинном-длинном горизонте. То есть застройщикам нужен высокий спрос. Отсюда второй интересующий нас вопрос. Когда они пойдут на снижение цен? Я думаю, что застройщики разных компаний с разными девелоперами выберут разные стратегии. Кто-то скажет, у нас есть запас прочности, мы до этого хорошо заработали, мы будем держать цены. Кто-то даст слабину. То есть что он скажет? Нет, ребята, я лучше часть доли квартир, пока такая высокая ставка в ближайшие полгода, я буду продавать какие-то квартиры с дисконт. Мы ближе к концу года и в следующем году, когда станет понятно, что все-таки активизировать спрос нужно, более частыми станут различные скидочные предложения, различные как бы иные акции и преференции для покупателей. Ну а что насчет покупателей? Тех, которые не успели обзавестись квартирами, пока действовала льготная ипотека. Пока что аналитики советуют затаиться и ждать, доверив накопление банковскому депозиту. Я устал ждать! 12 лет ждал! На новый эксперимент с поддержкой строителей и доступным жильем власти едва ли пойдут. Накануне отмены льготной ипотеки мы спросили у девелоперов и экспертов, при каких условиях будут снижаться цены на квартиры. Один из ответов длительное до 6 месяцев падение спроса. Ну что ж, половина этого срока уже позади. И еще одна хорошая новость. Процесс пошел. В августе цены на массовое жилье упали. Правда, всего на 1%. А кто же будет возводить жилье? Хороший ведь вопрос. На российских стройках, по самым скромным подсчетам, работают около 800 тысяч мигрантов. Как минимум, каждый пятый иностранец, официально приехавший в Россию на заработки. Но за год число мигрантов в стране сократилось на треть. До 6 миллионов человек. И в будущем отток может увеличиться. Почему? Сейчас просто у нас максимально актуальна эта тема. Сейчас такой некий пик идет противостояния. Мы видим уже иногда абсурдного плана высказывания с разных сторон, будем так говорить, этого конфликта. Я думаю, что до конца года что-то случится и немножко ситуация успокоится. Но на данном этапе, я считаю, актуальнее, чем сейчас, не было никогда с момента, как я занимаюсь миграцией. А я занимаюсь и с 2011 года. Весной с новой силой разгорелись дискуссии о положении мигрантов в стране. Депутаты и отдельные инициативные группы соревнуются в изощренности идей. Как контролировать поток иностранцев, какие требования к ним предъявлять, какими рамками ограничивать круг их возможностей. Процедуру тестирования приезжих на знание русского языка летом уже ужесточили. Министерство просвещения направило регионам рекомендации. Ограничить число детей-мигрантов в школах. Больше трех в одном классе не собирать. И вот, первое заседание Госдумы после летних каникул. Председатель Вячеслав Володин с трибуны говорит о том, как важно навести порядок в миграционной сфере. Называет это, между прочим, приоритетом работы депутатов в осеннюю сессию. И подчеркивает, важно соблюдать баланс между безопасностью и интересами экономики. Он уже и формулу вывел. Надо выходить на принятие решения с тем, чтобы они приезжали работать, и не более чем. Что касается уже родственников, семей, они должны ждать в стране, откуда приехал человек. Не надо перевозить сюда всех. И, конечно, очень важно, чтобы мигрант, приезжая сюда, знал русский язык, уважал нашу традицию, соблюдал закон. Власти отдельных регионов уже принимают конкретные решения на местах. Смотрим. Краснодарский, Пермский, Красноярский края. Амурская, Новосибирская, Саратовская, Калужская, Томская, Челябинская области. Якутия, Севастополь, а еще Ленобласти и Подмосковье. Запрещают работать в такси, магазинах, общепите и многих других отраслях, где мы как раз таки и привыкли видеть лица выходцев из ближнего зарубежья. Самые громкие заявления, самые решительные меры, самые отчаянные предложения зазвучали со всех сторон после 22 марта. Случился крокус. Конечно, это большой взрыв негатива и справедливый взрыв негатива по отношению к тем, кто это сделал. Ну и, соответственно, дальше это уже распространяется на тех, чьи они представители. Сейчас такая модная, важная повестка, на которой каждый может как-то, как говорят, пропиариться. Ну, соответственно, население реагирует так же. Хотя все понимают, что одновременно дефицит рабочих сил на рынке труда, он активный. То есть, по крайней мере, слова, как раньше, они отбирают у нас рабочие места, уже не звучат. Ну, просто им ниоткуда звучат. Напомню, что четыре предполагаемых исполнителя теракта уроженцы Таджикистана. И после крокуса многие стали опасаться выходцев из Средней Азии. Были случаи, когда пассажиры отказывались даже садиться в такси к таким водителям. МВД рапортует об успехах в борьбе с мигрантами, нелегалами и нарушителями. С января по июля страны выдворили 65 тысяч иностранцев. Еще почти 93 тысячи ждет та же участь. Эти показатели в полтора раза выше прошлогодних. Одновременно с этим более тысячи так называемых натурализованных лиц, это иностранцы, которые получили российский паспорт, лишились гражданства как нарушителя закона. МВД борется и с теми, кто внутри страны оказывает незаконные услуги мигрантам. В начале сентября в Центр временного содержания иностранных граждан в столичном Сахарове наведались с обыском. Поводом стали уголовные дела о мошенничестве против сотрудников, которые за деньги помогали мигрантам сбежать на родину. Хотя, казалось бы, за такое впору теперь поощрять. Мигранты что, действительно стали опаснее? Как пишут СМИ, рост озвученной статистики МВД обеспечили первые недели после теракта в Крокусе. Это показал анализ судебных решений. К лету темпы рассмотрения дел вернулись к средним значениям. Если мы говорим конкретно про какие-то цифры преступности, какие-то цифры количественные и так далее, то за последние лет 8 не меняется практически ничего. И то, что сейчас так активно говорят про какие-то угрозы, про опасность и про прочие проблемы, это почему-то вот, ну я бы даже сказал, не то ли модно сейчас стал так говорить. Теперь к экономической стороне медали. Власти не без гордости заявляют об исторически низком уровне безработицы. Меньше 2,5%. Вот только глава Минэкономразвития Максим Решетников аккуратно предупреждает. Дальнейшее снижение будет нести для российской экономики скорее негативный эффект. Дефицит работников приближается к угрожающему уровню. С одной стороны, мы кричим о рынке труда, о том, как он погибает, какие огромные вакансии там открываются и тут, и там, и в этих краслях, и в тех, и что эти вакансии неким заполнить, что безработица лежит в нуле и в общем-то больше уже никогда не поднимется. Как только мы говорим об этом, мы одновременно начинаем включать другой динамик, из которого несется, что вот мигранты нам мешают, давайте им запретим работать тут, там, в этом регионе, в этом виде деятельности и так далее. Вот это мне напоминает некую шизофрении, потому что надо решить, что важнее. Вот, скажем, данные 2017 года, опрос вышки. Он показал, что мигранты в среднем работают примерно 59 часов в неделю. Этот показатель подтвердило исследование в Федерации мигрантов России в 2021 году. Растаджи сообщает, что среднестатистический россиянин тратит на работу 38-39 часов в неделю. 7% ВВП мы получаем за счет труда иностранных граждан. Эти люди работают очень энергично, очень активно. Они практически всегда работают в сферах, где есть дельная оплата труда, да, где просто вот отсидеться на стуле, да, 8 часов потом уйти домой не получится. У страха, как известно, глаза велики. Не разглядеть экономический эффект от труда мигрантов просто невозможно. Но когда на одну чашу весов ставится 7% ВВП, а на другую угроза безопасности, важно, чтобы никто не переборщил. Либо мы вообще открываем полностью рынок и не занимаемся при этом вообще ни контролем, ни безопасностью. Либо, наоборот, мы занимаемся только безопасностью. Ну, например, вот массовые проверки, когда проверяют тысячи, и в результате оказывается, что виноваты 10 человек, нарушивших сроки пребывания, это ненормально. Проверять надо тех, кто у вас под подозрением. Мне кажется, что массовые проверки, они ухудшают имидж России как привлекательного рынка труда для иностранной миграции. Не может быть, чтобы оба динамика орали с одинаковой громкостью, одно и то же. Это создает какофонию, и это действительно создает лучший из возможных результатов, поскольку формирует неправильное ожидание и у населения, и у бизнеса, и в конечном счете даже у мигрантов, которые не понимают, что в России происходит. Мы сами этого зачастую не понимаем. Как и не можем предположить, сколько времени понадобится властям, чтобы уравновесить чаши весов? Пока получается не очень. Не успел рынок такси обкатать введенный в прошлом году закон, регулирующий отрасль, как с этого сентября в силу вступил новый. Теперь все водители должны оформлять так называемые ОСГОП. Мы подошли из-за угла. Это не самая благозвучная аббревиатура, расшифровывается как обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Как ОСАГО, но не на автомобиль, а на здоровье жизни и имущество пассажира, стоит от 1300 рублей до 5,5. Он повышает компенсацию при аварии в 4 раза. С 500 тысяч до 2 миллионов рублей. И вроде намерения благие, все-таки безопасность клиента, но таксисты и профильные организации возмутились. За кого ты меня нахрен держишь? За 2 недели до вступления закона в силу всей отрасли предрекали коллапс. Мол, водители нагрузку не осилят, уйдут в серую зону или вообще поменяют работу. Цены взлетят, таксист станет атрибутом роскошной жизни. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! И вот сентябрь прошел. Закон, ну по идее действует, но коллапса не случилось. Или мы его не заметили? Давайте разберемся. Цены пипец! Невероятно дорогое. Нет, я лучше на метро поеду. Вопрос первый. Почему рынок такси с ежегодной выручкой по триллион рублей, между прочим, вдруг называет дополнительный полис за несколько тысяч убийственным для отрасли? А это оказался просто контрольный выстрел. Первый был еще год назад. Власти тогда только начинали детально регулировать рынок и приняли закон, который, как говорят все наши собеседники, существенно усложнил жизнь перевозчикам. Водители, например, обязали либо устроиться в штат, либо зарегистрировать АП, либо оформить самозанятость. Уже на этом этапе таксисты решили не заморачиваться и ушли, например, в курьеры. Еще часть водителей, в основном самозанятых, отсеялась из-за необходимости перед каждым выходом на линию проходить медосмотр, а машину отправлять на техосмотр. Минтранс пишет, что инфраструктура для прохождения медицинского и технического осмотра легковых автомобилей такси в стране должна быть создана июль 2024 года. Закон работает с 1 сентября 2023 года. Прошло 11 месяцев, инфраструктура не существует и даже ее никто не собирается создавать, но при этом все требуют от самозанятых соответствовать. Даже к внешнему виду машины появились требования. Все такси должны быть определенных цветов, которые устанавливает каждый отдельный регион. В Москве, например, желтые, а в области белые с желтой полосой. Смысл этой нормы для нас так и остался загадкой. Эксперты говорят, что эта традиция вообще от лукавого. Ну, в смысле, пришла к нам с запада. Необходимость одного цвета такси, она настолько архаична, что она родилась еще в начале 20 века, конкретно на Манхэттене, потому что автомобилизация там была больше всего в мире. Чтобы человек, который хочет воспользоваться услугами такси в потоке, мог выделить машину такси зрительно, махнуть ему рукой, чтобы такси остановилось. И здесь снова под ударом в первую очередь самозанятые таксисты. Ведь если они работают на своей машине, то ее цвет меняют за свой счет. Это примерно 40 тысяч, если обклеить пленкой, и около 100, если перекрасить. Поэтому число желающих крутить баранку, по крайней мере, легально, после введения цветовой нормы сократилось примерно в 4 раза. К концу 2024 года в такси в нашей стране будет не хватать порядка 130 тысяч водителей. Это огромная цифра, и эта цифра нарастающая. Мы смотрели в динамике, собственно, ситуация не улучшается. Платформы конкурируют друг с другом. Логистика, такси, курьерские службы, сотрудничество с маркетплейсами – это все единый такой кластер. Но еще и конкурируют, конечно же, за кадры с другими отраслями. Есть серьезные регулирования, которые зачастую довольно тяжело исполнять. И мы точно знаем, что это можно оцифровать. Можно оцифровать путевые листы, можно оцифровать медицинские осмотры, можно сделать короткие, вплоть до минуты или дневные полисы страхования. Но для этого нужна гибкая законодательная обвязка. А полис ОСАГО-перевозчики теперь покупают по специальному тарифу, в разы дороже обычного. В прошлом году средний ценник был под 28 тысяч рублей. Больше трети таксистов на свой страх и риск уже тогда ездили без него. А здесь новый закон и новая страховка. Правило первое – договор не менять. Да, теперь заключим другой договор. Чтобы оформить этот самый ОСГОП, нужно соответствовать всем вышеперечисленным требованиям. К середине августа 75% водителей такси сделать этого так и не смогли. Времени у них немного, до конца октября. А в Госдуме, между тем, подсчитали, стоимость поездок уже выросла в полтора-два раза. Все ложится в конечном итоге на плечи пассажира. Вся финансовая нагрузка, потому что он оплачивает любые требования, любые расходы, которые в этой сфере существуют. И ОСГОП – одно из требований, которое легло в цену. Участники рынка просили отложить нововведения на 28-й год. Даже дошли до премьера. Но правительство непоколебимо. Не сложно сказать о каких-то куларных играх, но, на мой взгляд, больше это в интересах страховщиков. Яндекс и так далее. Они как раз-таки тратили на это деньги и страховали перевозчиков. Ответственность перевозчиков риски с этим связаны. Страховщики, видимо, решили взглянуть на этот вопрос по-другому. И переложить это бремя финансовое на маленьких, на самозанятых, на индивидуальных предпринимателей и так далее. Яндекса и, например, я знаю, у второго по уровню охвата рынка автомобилями такси, такси Максим, существуют собственные фонды, из которых они в том числе компенсируют потери и пассажирам, и даже водителям, если происходит какое-то ДТП. С тех водителей, которые подключены к агрегатору Максим, с каждого водителя в месяц этот водитель в этот фонд помещает 10 рублей. Страховка ОСГОП в Москве, например, которая примерно такого же объема покрывает ущерб, ну, теоретически, она 5300 рублей в год умножьте сами в 45 раз. Мы пошли за комментарием к страховщикам. Говорят, прибыль от ОСГОП им погода вообще не сделает, а таксисты просто нагнетают. Насчет того, что этот закон лоббировали страховщики, не совсем он так, это как раз лоббировала общественность. Эту тему достаточно давно поднимают представители таксомоторной отрасли, что это окажет серьезную нагрузку на таксомоторную отрасль. Это неправда, потому что 3500 рублей в год примерно такая средняя премия по ОСГОП подразумевается. Это вообще не о чем. И таксомоторную отрасль это точно не убьет. И это очень небольшая нагрузка на отрасль. Примерные цифры такие, что это порядка миллиарда рублей в год, учитывая, что весь объем страхового рынка составляет 2 триллиона. То есть вопрос к пассажирам, к нам с вами. Напишите в комментариях, что вам важнее, ехать дешевле или безопаснее. Итак, откреститься от ОСГОП не получилось. Штраф за отсутствие полиса для юрлиц до миллиона рублей. Даже одна такая выплата может привести к банкротству небольшой таксопарк. Получается, хотели вывезти рынок из тени? Всем выйти из 40. И сделать поездки безопасными? Но таксисты эти рулевые игры не вывозят. Мы просили 28 тысяч, если быть точным, 16 таксистов. И нам 72% из них сказали, что как бы их не прижимали, как бы их не третировали, как бы их не ловили, они все равно будут таксовать. Как бомбили в 90-е, если легализации у них не получится, то есть они не смогут работать через агрегатор, они будут бомбить без агрегатора. Таким образом, таксисты сейчас на перекрестке трех дорог. Бомбить без посредников, уходить в другую сферу, где и дышится легче, и денег столько же, если не больше, либо оставаться таксовать легально, пытаясь маневрировать в новых условиях. Сколько водителей выберут третий путь, мы ощутим на себе уже в ноябре. Молчаливые люди с честными глазами. Вы наша надежда. К чему слова за тебя щадчик говорит? Таким был сентябрь. Что больше всего удивило вас в этом месяце, пишите в комментариях. Меня зовут Дмитрий Яковенко. Это был Forbes Главное. Увидимся через месяц.